Дорогие друзья, добрый день, уважаемые участники, гости. Рад всех вас приветствовать на ежегодном международном форуме. Он проходит уже у нас 16-й раз и за эти годы полноправно стал ключевым деловым событием в сфере транспорта. Сегодня здесь собрались представители десятков стран мира, чтобы обсудить планы сохранения и роста объёмов перевозок, повышения их качества, безопасности, ну и, конечно, обсудить перспективы развития отрасли в целом. Президент обозначил транспортную инфраструктуру в качестве одного из главных драйверов развития экономики страны. Она обеспечивает логистику для бизнеса, рабочие места и комфортные условия жизни граждан. В новых санкционных реалиях крайне важно поддерживать устойчивость работы этой отрасли, гибко реагировать на изменения внешней среды, ну и, конечно, максимально быстро действовать с учётом кардинально перестроившихся схем движения товаров. Их преимущественной переориентации на южное и восточное направления. Благодаря оперативно принятым главой государства решениям, транспортный комплекс смог не только успешно противостоять всем основным вызовам, но и, самое главное, заложил фундамент для своего будущего роста. Несмотря на все сложности текущего года, хочу отметить, что угрозы со стороны представителей недружеских стран были такого размаха, с которым не сталкивалась ни одна страна в мире. Они хотели, в буквальном смысле слова, приземлить наш воздушный флот, лишить нас неба. Для этого пошли на грубейшие нарушения международных договоров, поправ все нормы законности. Мы сумели сохранить парк самолётов и сейчас расширяем выпуск отечественной техники, одновременно развиваем маршрутную сеть, вводим новые направления. Были попытки изолировать Калининградскую область, оставить проживающих там людей без энергетики, без продуктов питания. Сегодня мы это обсуждали как раз на стенде с коллегами. Мы в кратчайшие сроки увеличили в пять раз количество судов, задействованных в этом морском коридоре, чем обеспечили надёжную связь с нашим самым западным регионам. Одно из направлений санкционного удара пришлось на сферу программного обеспечения. Рад иностранных разработчиков и производителей софта и оборудования прекратили у нас работу, рассчитывая, что это приведёт, в том числе, к скорому полному коллапсу на транспорте. Но совместно с бизнесом был ускорен поиск собственных решений. Сформирован пул приоритетных направлений по созданию универсальных отраслевых продуктов. От электронных накладных, тоже сегодня показывали нам на стендах в автомобильных перевозках, до, соответственно, систем бронирования билетов и регистрации пассажиров, а также и багажа в авиации. Сейчас такие отечественные сервисы уже активно внедряются. На государственную программу развития транспортной системы в бюджете предусмотрено около 1 трлн 300 млрд рублей. Прежде всего, на сохранение доступности перевозок воздушным транспортом. На эти цели направили более 200 млрд рублей. В том числе, по поручению главы государства, 100 млрд были выделены авиационным перевозчикам на возмещение затрат при полётах внутри страны. Мы поддержали также и крупные компании, такую компанию, как Аэрофлот. Направили на это порядка 50 млрд рублей. Ещё 15 млрд рублей на обеспечение надёжного функционирования системы организации воздушного движения. Существенную часть финансирования, а именно 250 млрд рублей, выделили на декапитализацию акционерного общества «Российские железные дороги», что позволит ему в полном объёме реализовать все намеченные инвестиционные планы, несмотря на рост стоимости материалов, оборудования. Наконец, около 60 млрд рублей дополнительных федеральных средств получила государственная транспортная лизинговая компания, благодаря чему были продолжены программы обновления парка техники. Сегодня на стенде КТЛК были представлены лучшие образцы. Все эти меры поддержки показали свою действенность. Транспорт в нашей стране продолжает своевременно обеспечивать экономику и производство, ну а также, конечно, наших граждан всеми необходимыми товарами и услугами. По итогам девяти месяцев удалось сохранить положительную динамику по большинству основных показателей производственной деятельности в всём транспортном комплексе. Грузовые перевозки не просели и достигли практически уровня прошлого года, превысив отметку в 5 млрд тонн. Возросло число перевезённых пассажиров – более чем до 7 млрд человек. Одним из ключевых приоритетов государства остаётся развитие Северного морского пути. Перевозка грузов по его маршрутам превысила 25 млн тонн. Ожидаем, что по итогам года этот показатель будет ещё выше первоначального прогноза. Ну а уже со следующего года возобновится поступательный рост. И в 2024 году необходимо, как вы помните, выйти на соответственно уровень в 80 млн тонн грузов. Такая цель была поставлена президентом. В числе других приоритетных задач дальнейшее обновление по всей стране – транспортной инфраструктуры. Особое внимание правительство будет уделять морским портам, которые играют важнейшую роль для международных транспортных коридоров. В текущем году построены и введены в эксплуатацию сразу несколько новых объектов. В районе компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области, соответственно, терминал для отгрузки сжиженного природного газа. Угольный комплекс в районе мыса «Открытый» в Фриморском крае. Также завершена реконструкция причалов Таманского терминала навалочных грузов в Краснодарском крае. Общий объём дополнительных мощностей составил свыше 30 млн тонн, что позволит компаниям-экспортерам значительно увеличить отгрузку товаров. Хочу отдельно сказать о восстановлении Крымского моста. В результате теракта там были разрушены мостовые пролёты, и в этой ситуации транспортный комплекс показал высокую устойчивость, гибкость всей системы управления отраслой. Благодаря слаженным действиям были оперативно приняты логистические и технические решения. Предприятия немедленно включились в производство новых элементов и конструкций, изготовили их в рекордные сроки. При этом сами восстановительные работы ведутся, вы знаете, в круглосуточном режиме. На сегодня два из четырёх пролётов автомобильного моста уже уложены. Все виды транспорта – морской, железнодорожный, автомобильный – одновременно перестроились с тем, чтобы помочь полуострову с доставкой товаров, сырья, других грузов, с обеспечением мобильности жителей. В том числе был использован и альтернативный наземный маршрут через новые территории. Для полноценной интеграции этих регионов в социально-экономическую жизнь нашей страны потребуется восстановление всей транспортной инфраструктуры. Там уже выполнен капитальный ремонт более 350 километров дорог. Восстановлено семь мостов и путепроводов. К концу года их количество достигнет почти двух десятков. И такая работа будет продолжена. По поручению президента правительство летом утвердило пятилетний план дорожной деятельности с общим объёмом бюджетного финансирования более 5 триллионов рублей. Учитывая масштабность и темпы выполнения поставленных задач, важно как можно быстрее разработать и внедрить новые образовательные стандарты в процесс подготовки специалистов. В частности, в области строительства и эксплуатации автомобильных дорог, тоннелей, других сооружений. Ну и в целом следует переформатировать всю действующую методологию программ профессионального обучения. Ведь под влиянием внешних санкций сейчас стремительно меняются базовые подходы к архитектуре транспортного комплекса. Существенно сокращаются сроки проектирования, строительства и введения в эксплуатацию объектов инфраструктуры. Усложняются инструменты и оборудование, внедряются отечественные цифровые решения, сервисы, ну и другие инновационные продукты, разработки и инструменты. Нужно максимально использовать преимущества технического прогресса, и это не только важные точки роста отрасли в ближайшие годы, но и часть общей системной работы по обеспечению технологического суверенитета страны. Такая стратегическая задача поставлена перед нами президентом. Её выполнение однозначно является одним из главных принципов дальнейшего развития Российской Федерации. От эффективности действий транспортной системы во многом зависит достижение национальных целей, которые обозначил глава государства на десятилетний период. Среди ключевых задач, которые стоят перед отраслью, поддержка связности территории страны, повышение мобильности людей, увеличение грузовых перевозок. Все приоритетные проекты и мероприятия вошли в утверждённую правительством транспортную стратегию. Они должны быть выполнены в строгом соответствии с установленными сроками. Отмечу, необходимые для этого ресурсы будут выделены. В течение следующих трёх лет на финансирование отрасли мы планируем направить свыше 4 триллионов рублей. Важно активно работать над решением масштабных задач. И речь идёт о формировании международных транспортных логистических коридоров. Вести их совместно с нашими зарубежными партнёрами. По трём ключевым направлениям развития инфраструктуры – Восточному, Азово-Черноморскому и Каспийскому. Новые сквозные маршруты станут прочной основой для расширения торговли. Россия уже наращивает сообщения с дружественными странами, прежде всего с странами Ближнего Востока, Южной и Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона. Между нашими государствами укрепляются деловые связи, растут объёмы перевозок, в том числе и несырьевых товаров, несмотря на все предпринимаемые попытки расширения санкций и ограничений. Дорогие друзья, наше мероприятие проходит в преддверии Дня работника транспорта. Пользуясь случаем, от всей души поздравляю всех вас с наступающим праздником. На людях вашей профессиональной сферы, водителях, строителях, логистах, программистах, представителях ещё очень многих других смежных специальностей, лежит особая ответственность. От результатов вашей работы напрямую зависит реализация важнейших инфраструктурных проектов страны. Расширение Байкало-Амурской и Транссибирской магистрали, строительство новых скоростных автомобильных дорог, морских портов, мостовых сооружений, модернизация аэродромной сети. Всего того, что позволяет обеспечивать бесперебойные перевозки людей, грузов надёжно, если хотите, соединять регионы нашей большой страны. И, конечно, отдельные слова признательности хотел бы выразить ветеранам, которые внесли значимый вклад в становление отрасли и сейчас передают свой бесценный опыт новому поколению. Ещё раз от всей души желаю всем участникам форума полезных встреч, интересных событий, дискуссий. Конечно, рассчитываю, что в ходе обмена мнениями и обсуждения лучших практик станут более чёткими новые контуры развития транспортной сферы на благо наших людей. Удачи вам и продуктивной работы. Спасибо за внимание. Спасибо, Михаил Владимирович. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Ну что же, мы начинаем пленарное заседание форума «Транспорт России». И в этом году его тема звучит как «Стратегия роста в новых условиях». Уже председатель правительства в своём выступлении обозначил, наверное, основные и приоритетные направления, о которых сейчас мы и будем говорить, потому что действительно не только транспорт, но и в целом экономика России столкнулась с беспрецедентным внешним давлением. И те сроки, во время которых произошла перестановка, она происходит и дальше, они, конечно, очень короткие. Причём, как меняются и в целом логистические маршруты, причём запрос есть и от бизнеса очень большой, но и меняется, безусловно, структура и перевозок, также и авиаперевозок. Мы видим, что необходимы для этого соответствующие новые технологические решения, цифровые решения. Вот об этом мы сегодня здесь и будем говорить, тем более у нас, если посмотреть, наверное, фактически 50 на 50 бизнес и власть, поэтому предлагаем в формате дискуссии. Виталий Геннадьевич, давайте мы с вас начнём. В целом, как вы оцениваете состояние отрасли за текущие, наверное, 8 месяцев, и что вообще изменилось глобально за последнее время? Виталий Геннадьевич, а нажмите, пожалуйста, на кнопочку. Извините, да. У нас всё заработало. Да, технология. Ну, прежде всего, добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые заместители, представители правительства Российской Федерации. Я обращаюсь и к своим заместителям, которые здесь присутствуют. На самом деле, для нас очень торжественный день. И Михаил Владимирович сейчас очень многое сказал, и я не буду повторять его слова относительно ситуации, в которой мы все находимся. Но что бы я хотел сказать в целом. Все, кто мы здесь присутствуем, начиная от нас здесь, сидящих на панели, и вас, сидящих здесь в амфитеатре, мы все работники транспортной отрасли. И мы с вами выполняем те задачи, которые способствуют развитию отрасли. И мы здесь все вместе, потому что каждый из нас вносит свой вклад в развитие транспорта. Настолько задача всеобъемлющая, что вот просто одному человеку или одному министерству этой задачи просто не решить. Вот давайте на секунду представим, что такое наша страна Россия и каково влияние транспорта на Россию, на наших жителей, граждан России, на бизнес, на само государство. Территория России, вы знаете, больше 17 миллионов квадратных километров. Нас омывает три океана и 12 морей, а одно 13 море – это внутреннее Каспий, который сейчас оживает, потому что по нему пойдет транспортно-логистический коридор север-юг. У нас 61 тысяча километров границ. Это в полтора раза больше экватора. У нас 28 тысяч – сухопутная граница и 30 с лишним тысяч – это морская граница. У нас с вами 61 порт. Грузообороты портов по прошлому году – 835 миллионов тонн. Хочу сказать, что в этом году мы видим несущественное, некритичное отставание всего лишь в пределах 2%. У нас огромная сеть дорог. Нашу территорию покрывает полтора миллиона дорог, из которых 63 тысяч – это федеральные трассы, 550 тысяч – это региональные трассы, и остальное – это муниципальные дороги, из которых мы выбрали благодаря нашей стратегии, которую мы опять же все вместе писали. Я за это очень благодарен и руководителям правительства, и моим коллегам. Мы отразили там цели, которые мы сейчас с вами вместе реализуем. Мы выбрали с вами 138 тысяч дорог, так называемой опорной сети, куда входит не только 63 тысячи федеральных дорог, туда входят также и региональные дороги. И вот в целом мы делаем сейчас фокусировку на этих 138 тысячах километров дорог. Я хочу выразить большую благодарность Марату Шевердяновичу, который вместе с нами и мы под его руководством разрабатывали пятилетнюю программу развития дорог в России, о которой сейчас упомянул Михаил Владимирович Мишустин. Сейчас мы активно работаем по транспортно-логистическим коридорам по понятным причинам. Северо-запад у нас закрылся, и все грузы переориентировались на восток. И чтобы каким-то образом мы не нарушили логистику, я помню начало, когда буквально начало марта, 2 марта, когда наши предприятия, да и мы, честно сказать, немного подрастерялись от того, что произошел чисто логистический коллапс. И вот в ежедневном режиме по поручению Михаила Владимировича Мишустина был создан штаб, где я ежедневно в 3 часа проводил со своими коллегами разбор логистических ситуаций, помогая нашим компаниям, давая методические указания, подсказывая вместе с Белозёровым Олегом Валентиновичем, который, как руководитель РЖД, очень многое сделал для того, чтобы мы начали вывозить грузы. Сейчас всё это как-то стабилизировано, и мы немного на это смотрим уже более спокойно. Но вот сейчас с Андреем Ильичем Белоусовым, который также здесь присутствует, мы ведём огромную работу именно по транспортно-логистическим коридорам. И здесь мы должны понимать, что это наше будущее. Это коридор север-юг, который нас может вывести вплоть до Индии и Ирана, и мы этим занимаемся. Он разбивается на три маршрута западные. Маршрут идёт по Азербайджану, маршрут идёт по самому морю, где у нас три порта основных, и мы работаем сейчас над дноуглублением, чтобы этот маршрут был живой, чтобы наши пароходы, наши суда могли вести грузы по этому направлению. Ну и восточная часть – это уже линия через Туркменистан, которую мы сейчас опробовали, и у нас первые поезда дошли пробные до Ирана. Мы просто изучаем эту логистику, и мы это развиваем. У нас также есть Азово-Черноморский бассейн, коридор, который также требует повышенного внимания и развития в это время. И у нас есть, конечно, восточный полигон. Восточный полигон – это направление на восток, который образован фактически четырьмя железными дорогами. И мы знаем, что существует БАМ, нитка – это линия, которая длиной 4,5 тысячи километров вместе с Трансибом, которая длиной 9,5 тысяч километров, образует вот эту часть восточного полигона, где очень много сырьевых ресурсов, которые нам необходимо вывести на восток. И хочу сказать, что вот ту задачу, которую поставил перед нами президент, мы пока справляемся и надеемся, что мы ее выполним без срывов. Это и вывоз в текущем году 158 миллионов тонн угля с территории как раз восточного полигона. В следующий год нас ждет 173 миллиона тонн, и к 2024 году мы должны вывести, выйти на провозную способность 180 миллионов тонн. С этой задачей мы пока справляемся, я надеюсь, нам ничто не помешает. Можно сказать еще, наверное, я хочу чуть-чуть по каждому виду транспорта, чтобы просто не занимать ваше мнение. Наверное, дискуссия будет просто более интересна для вас. Не могу не сказать о нашей реке. Да, у нас сейчас такая ситуация, слава богу, что мы заранее начали этим заниматься. Вот я 10 ноября у меня пошел третий год моей работы в этой должности. И, конечно, если первый год, там полтора, для меня это было углубление в материал, то сейчас я в материале, и мне очень приятно, что я могу с своими коллегами двигать и развивать вот эти транспортные направления. В России 102 тысячи километров водных путей. Это очень много. Больше нас только в Китае 126 тысяч километров. Имеется в виду водные пути, по которым может двигаться движение, движение пароходов. Это альтернатива автомобильному и железнодорожному транспорту, потому что по нему могут двигаться по нашим рекам теплоходы, пароходы, река моря, которые могут везти грузы. И они, мало того, что они могут быть экологически чистыми, как сами субъекты движения, они также еще и дешевы, потому что по воде все-таки это дешевле двигаться. И для этого мы также принимали решение в развитии основных, может быть, трех узлов. Я скажу, это Волга, где мы сейчас строим городецкий гидроузел, шлюз. И введение этого шлюза позволит поднять уровень воды в реке Волга до 4,5 метров, что создаст более эффективную возможность работы нашим судам на этом направлении. Мы также смотрим сейчас верхний Сирский узел, который также сверху поднимает воду до 4,5 метров, что также очень важно. И Багаевский гидроузел, который поднимет на 4,5 метра, это минимальная глубина на Дону, где также смогут двигаться наши суда, как пассажирские, так и грузовые, что также очень важно. И вот всё вот это как бы создаёт для нас с вами возможность развития транспорта, что, в общем-то, для населения, как для граждан, очень важная вещь. Потому что что такое качество жизни? Это, прежде всего, мобильность населения. Но и в конце я не могу не сказать об авиации. Конечно, покрыть такую территорию в части пассажирских перевозок можно, конечно, только самолётами. И вы знаете, какие решения приняли западные страны, причём это было одномоментно. Сначала они нам перекрыли небо, мы не смогли бы летать в Европу, мы ответно перекрыли им также. И дальше они поставили вопрос о том, что они хотели забрать самолёты, на которых мы передвигаемся. Наша промышленность, конечно, она производит отечественную технику. У нас есть уникальные самолёты по перспективе развития тот же МС-21. Это самолёт, за которым, в общем-то, будущее. Я надеюсь, что все эти характеристики, которые были отражены по МС-21, они будут выполнены. Но самолёт был на композитном крыле, который нам поставляли американцы композит. И мы были быстрее, в кратчайшие сроки смогли сделать собственное композитное крыло, и самолёт сегодня оснащён этим. Второе у нас была проблема с двигателями этого самолёта. Мы же ориентировались на протвитни, а в итоге нам отказали в двигателях. И тогда появился двигатель ПД-14. И мы уверены, что самолёт в ближайшее время выйдет в серию. И Минпромторг на себя взял обязательство к 2030 году выйти до тысячи самолётов производства. Это и Сухой Шуперджет, и МС-21, самолёты класса Л-410, Л-610. Я думаю, у нас большая перспектива в этой области. Поэтому я думаю, что в целом все виды транспорта, включая, конечно, и железную дорогу, у нас всё-таки 86 тысяч километров железная дорога протяжённость имеет. И, конечно, всё это развитие, мы все в этом участвуем, она невозможна без цифровой трансформации. Очень много сегодня говорилось, и Михаил Владимировичу показывали стенды. Каждая компания показывает от уже автономных автомобилей и цифровых решений, которые сегодня, в общем-то, создают совершенно другую среду. Я бы сказал, что весь транспортный ландшафт отрасли, он серьёзно меняется благодаря этому. Сегодня мы уже с вами привыкли к таким вещам, которые нам создают комфорт, и мы просто по-другому себя уже не можем ощущать. И вот мне кажется, что всё вот это мы должны как правительство, а вы как бизнес, развивать, сохранять и продвигать. Мы ничуть не отстаём от зарубежных стран, в каких-то вопросах они нас опережают, но те же платёжные системы, которые есть в Москве и в FacePay, когда вы по биометрии платите, то есть вы являетесь сами платёжной системой, вы входите, вас видят, вы оплачиваете. Есть разные другие варианты решений. Сегодня вот рассказывали в Шереметьево, в терминале С, вы можете проходить уже по цифровому паспорту, и погранконтроль вас видит, и вы сами себя обслуживаете полностью. Это те решения, которые сегодня, может быть, не в широком объёме ещё проникли во все наши города, во все наши аэропорты, порты, но у нас всё с вами впереди. Поэтому я от души всех хочу поздравить с нашим праздником, который надвигается, своих коллег за ту помощь, которую они оказывают. Хочу поздравить ветеранов. Я вижу на первом ряду Геннадия Матвеевича Фадеева, дважды министра. И хочу в вашем лице, Геннадий Матвеевич, поздравить всех ветеранов отрасли за то, что вы сделали. Я надеюсь, что мы… Я очень надеюсь, я уверен, что то знамя, которое вы нам передали в руки, мы не уроним. Спасибо вам всем. Уже не единожды говорилось сегодня о том, что старые логистические связи разрушены, и Виторг Геннадьевич в своём выступлении отметил, что бизнес вместе с государством очень плотно работает над выстраиванием новых маршрутов. А вот какие конкретно сейчас шаги предпринимаются? Спасибо большое за этот вопрос. Хотя он, конечно, вполне ожидаемый, но не точный. Потому что нельзя сказать, что старая система разрушена. Но не разрушена. Мы столкнулись с блокадой некоторых выходов. Если уж говорить конкретно, то с выходом в Европу в Евросоюз. Евросоюз был и остаётся, в общем-то, до сих пор крупнейшим нашим внешнеторговым партнёром. И на втором месте идёт Китай. И, конечно, вот эта блокада, которая началась сразу одновременно с вводом санкции, она сыграла свою роль. Об этом и Виталий Геннадьевич только что говорил. Но просто для того, чтобы мы понимали, мы вот говорим, действительно, для нас внутренний оборот, внутренние перевозки крайне важны. Мы все это понимаем. А экспорт, как бы так, внешнеторговый оборот, он где-то на втором-третьем месте. Но просто чтобы мы с вами понимали, экспорт у нас составляет примерно 30% ВВП, а импорт – 20%. То есть нижний торговый оборот – это половина ВВП нашего российского. То есть можно себе представить, насколько велика зависимость. Россия – очень открытая страна, на самом деле одна из самых открытых стран в мире. И можно себе представить, насколько для нас важны вот эти вот выходы. Теперь что произошло? Примерно, если брать по сравнению с вторым-третьим кварталом прошлого года, физическому выражению, у нас экспорт, внешнеторговый оборот с Европой сократился примерно на четверть, где-то в районе 25%. Это примерно чуть больше 30 миллиардов долларов в ценах 2021 года. Одновременно с этим оборот со странами Юго-Восточной Азии и с Китаем вырос примерно на 10%. И это примерно половина тех потерь, которые случилось в торговле с Европой. А с югом вырос вообще на 56%. То есть мы суммарно, вот эти два направления, они ещё не дотягивают до потери, но где-то основную часть перекрывать. И это, конечно, потребовало на первом этапе во втором квартале ручной скрупулёзной работы по перестройке транспортно-логистических потоков, то, о чём говорил Виталий Геннадьевич. А сейчас это требует системной работы, потому что это достаточно длительный процесс. И уже отвечая на наш вопрос, вот эта работа по поддержке новых потоков, она состоит из двух больших частей. Первая часть, я её просто назову, хотя тематически она немножко другая, не в поле транспорта лежит, но она очень важна. Это поддержка наших экспортеров, поддержка не сырьевых, не энергетических экспортеров. И сейчас она стала особенно важна, потому что возросло транспортное плечо и сдержки. И для того, чтобы наши экспортеры не потеряли конкурентоспособность на рынках, а там ещё с той стороны у нас большие дисконты, как, наверное, многие знают, для этого пришлось достаточно серьёзно перестраивать систему поддержки не сырьевого, не энергетического экспорта. И могу сказать, что с точки зрения эффективности для государства, бюджетной эффективности – это один из самых эффективных видов поддержки. Могу сказать, что на 1 рубль поддержки мы имеем прирост экспорта, не сырьевого, не энергетического экспорта, примерно промышленности больше, чем на 20 рублей, а в сельском хозяйстве, если брать зерно, другие виды продовольствия – где-то примерно 13-15 рублей. И вторая часть вот этой большой работы – это действительно раскатка транспортно-логистических коридоров. О чём идёт речь? Виталий Геннадьевич их назвал. Я просто хочу сказать, что, конечно, самый мощный коридор, он исторически мощный, потому что наша страна развивалась, двигалась, осваивалась экономически, её территория, из центра на восток. Такое было движение, и поэтому основные транспортные коммуникации тоже у нас тянулись из центра на восток. Так вот, это восточный полигон, если брать расстояние движения грузов, то это где-то 11-12 тысяч километров, и провозная мощность всего 280. Сейчас миллион авто. Много это или мало? Вообще говоря, это очень много, но этого недостаточно для того, чтобы сейчас мы это видим, для того, чтобы и сейчас, и особенно в перспективе обеспечить развитие страны. И в планах стоит увеличение до 2030 года повышения провозной мощности по этому коридору. Это и автомобильные дороги, ну и, конечно, в первую очередь, железная дорога, БАМ-Транссиб, примерно до 350 миллионов тонн груза в год. Второй коридор по мощности – это то, что назвал тоже Итальй Геннадьевич, это транспортное управление Азово-Черноморского бассейна с выходом в Турцию, дальше в Северную Африку. Это примерно 3,5 тысячи километров, а по мощности это почти 180 миллионов тонн, и мы здесь видим провозных мощностей. Мы здесь видим очень большие возможности роста, и где-то, если там в первом случае 25% прироста, то здесь примерно 70% прироста, примерно тоже до 300 миллионов тонн, и он станет примерно по мощности, должен стать соразмерным с восточным направлением. И третий коридор, он на самом деле сейчас такой достаточно, по сравнению с вот этими двумя направлениями, он гораздо меньше раскатан, коридор Север-Юг, но он имеет исключительно важное значение, сейчас скажу почему. Это 5 тысяч километров, если брать весь коридор от услуги до южного побережья Ирана, порт Бандерабас, дальше с выходом в страны Персидского залива, в Индию и так далее. 5 тысяч километров, сегодня по нему провозятся где-то порядка 14 миллионов тонн грузов. Мы хотим довести к 30-му году до 32-х, то есть увеличить более чем в два раза. Почему он очень важен? Потому что он пересекает с севера на юг целый ряд коридоров, которые идут, транзитных коридоров восток-запад, в том числе ряд из них, которые идут в обход России. И поэтому вот это вот пересечение, оно даёт возможность затянуть туда целый ряд транзитных потоков, транзитных грузов. И в перспективе это может, если нам удастся его создать, он вообще поменяет всю мировую логистику глобальных транспортных потоков. Конечно, случится не завтра, но потенциал у этого коридора огромный. И если говорить о том, как мы здесь работаем, то вообще выстраивание транспортно-логистического коридора – это большая и принципиально системная работа. Это отнюдь не только строительство железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, хотя это очень важно, но это ещё и сопряжённая с развитием железнодорожной инфраструктуры развитие портовых мощностей. Это касается и восточных портов, и особенно портов Чёрного моря, Новороссийска и других портов. Это развитие, увеличение мощностей пунктов пропуска. Мы сейчас видим, что пункты пропуска для нас действительно узкое горло. Это касается и по северо-югу, на границе с Азербайджаном. Это касается и пунктов пропуска на Востоке, на границе с Китаем. Это обязательно регуляторика. Каждый транспортно-логистический коридор должен на самом деле быть бесшовным, а это требует целого ряда регуляторных изменений, которые должны решаться в рамках соглашений с сопредельными странами. Почему? Потому что грузоотправителю, ведь ему всё равно, сколько мы денег вложим в развитие инфраструктуры. Для него важны четыре параметра. Это скорость движения грузов, цена, стоимость движения – это безопасность и предсказуемость изменений. А это всё вопросы регуляторные. И, наконец, ещё одна составляющая, очень важная – это развитие транспортно-логистических центров всей складской инфраструктуры, перевалок и так далее. И вот это всё вместе, конечно, это огромная системная работа, в которой участвуют и правительство, и бизнес, и наши корпорации, Автодор и особенный РЖД по созданию этих коридоров. Но, как я уже сказал, работа длинная, долгая, но мы рассчитываем на то, что мы с ней справимся. Спасибо. Олег Валентинович, а как РЖД обеспечило полноценную работу в том случае, когда, я здесь уточню, частично были нарушены логистические связи, которые раньше использовались, и как в целом Вы обеспечивали грузоотправителя всеми перевозками? Ну, были ли мы готовы к этой ситуации? Считаю, что были. Два последних года железная дорога активно упражнялась на ковиде, а до этого мы, коллеги, уже здесь в выступлениях говорили о цифровой трансформации. Мы были готовы к разным вариантам. Железная дорога очень консервативная отрасль, и в части изменений буквально 2% раньше, ну, даже это раньше наказывалось, на сегодняшний момент в течение этого года кардинально изменились потоки, и мы с этой задачей считаем, что все вместе справились. Я приведу такой пример. Значит, за 10 месяцев у нас было командировано 7600 человек-машинистов в разные точки, только для того, чтобы справляться с разными, с изменяющимися направлениями. Было более 450 локомотивов направлено на разные дороги, когда возникали какие-то дополнительные сложности. Потоки менялись, менялись каждый месяц. То они снижались, то они увеличивались и изменялись. Соответственно, всё это мы сумели снивелировать. И если внешне было, наверное, не так заметно то, что мы делали, это большая заслуга железнодорожников, рядовых железнодорожников, которые вот эту задачу решили. В течение двух недель, ещё одна цифра, самых напряжённых, вот Виталий Геннадьевич сказал, я ему очень благодарен, благодарен Минтрансу Андрею Ромовичу Белоусову за вот эту быстроту принятия решений. 15 тысяч обращений разных от грузоотправителей было обработано и были приняты решения, найдены решения. Мы поставили на контроль непрерывные производства, с каждым предприятием работали индивидуально, упростили процедуру заключения договоров, обеспечили ритмичность перевозки. Что видим на сегодняшний момент? Самая тяжёлая просадка по объёмам перевозки у нас была в июне, более 6%. На данный момент цифра сокращается, 3,6% и уверенно движемся в достижении погрузки отношения 2021 года. Спасибо. Ну, это, конечно, оптимистично, но мы на ней не заканчиваем. Давайте поговорим о дорожном строительстве. Марат Шакердянович, не так давно президент одобрил пятилетнюю стратегию дорожного строительства. Вот что даёт эта программа? Нам станет быстрее, проще и удобнее передвигаться? Во-первых, я хочу сказать, что президент последние два года особо активно уделяет внимание дорожному строительству, и мы благодаря этому имеем серьёзные результаты. Первое. Мы из года в год растём по количеству отремонтированных дорог. Мы из года в год растём по количеству построенных новых дорог. И у нас каждый год планы физические, которые были поставлены, перевыполняются. Вот в этом году, по результатам уже прогноза ноября, можно уверенно сказать, что у нас будет самый большой объём отремонтированных дорог за всю историю страны. Теперь пятилетняя программа. Что она даёт? Она даёт системность. У нас есть три основных вопроса, три основных показателя, которых мы должны достигнуть. Первое. У нас не менее 50% дорог в стране региональных и федеральных должно быть в нормативном состоянии не менее 50%. Это вот первый показатель. Второе. Это 85% дорог в агломерациях, где проживает большее количество населения, должно быть в нормативном состоянии в 2024 году. Могу с уверенностью сказать, что по итогам этого года у нас уже показатель по региональным дорогам достигнут на 49 почти процентов. И мы её в следующем году точно совершенно выполним. Это в среднем по стране. Порядка 10 регионов у нас, у кого низкая база была, будет достроена в течение где-то 2024, 2025, где-то 2026 годов. То есть все региональные дороги в стране на не менее 50% будут в нормативном состоянии. Показатель 85% в агломерациях мы достигнем уже в основном в следующем году. Оставшиеся агломерации там несколько будут доведены в 2024 году. И третий показатель, то, о чём говорил Виталий Геннадьевич, это опорная сеть 138 тысяч километров дорог, по которым двигается основное количество грузов и пассажиров. Вот эти дороги к 2027 году будут полностью приведены в нормативное состояние. Поэтому первый вопрос пятилетки – системность. Вторая – взаимоувязанность. Мы чётко на пять лет понимаем, какая дорога, где, в какой последовательности, как она увязана с федеральной, с региональной, с муниципальной, как увязаны федеральные средства и как увязаны региональные дорожные фонды. И вот сегодня я, будучи на стенде Росавтодора, мне Новиков Роман Витальевич доложил, что к 30 ноября планируется подписать с каждым субъектом пятилетний план развития меморандума, развития дорог. То есть люди будут знать точно, где какая дорога будет построена в течение пяти лет. А отсюда, из-за этой системности, отсюда следствие появляется. Люди будут знать, где им удачу купить, будет там дорога или не будет, в каком микрорайоне будет построена жилье, дорога будет построена или не будет, электрички будут двигаться или не будут. Значит, люди будут понимать, значит, на какой улице, когда будет отремонтирована каждая дорога. Ну и строительный комплекс, исходя из этого, сможет спланировать свои силы, свои мощности, обучение людей, внедрение новых технологий и, соответственно, системно-планово выйти на те запланированные результаты. То есть вот такая большая задача у пятилетней программы, причём Михаил Владимирович сказал, 5 с лишним триллионов – это федеральная часть, а ещё 7 триллионов – это региональная часть. То есть практически программа на 13 триллионов – это самая большая программа из действующих программ у нас в стране по деньгам. Я правильно понимаю, что будет учитываться полностью также и строительство не только самих дорог, но и всей инфраструктуры и возведение новых зданий, которые тоже курируются на направлении строительства? Вот мы за последний год с регионами отработали так называемый механизм инвестиционно-бюджетных кредитов. Это один триллион кредитов мы дали в регионы. И вот когда посмотреть, на что регионы потратили эти деньги – 200 с лишним миллиардов на дороге к жилым комплексам и к населённым пунктам. Примерно ещё около 100 миллиардов – это различные транспортные инфраструктуры, это развязки, дороги, путепроводы. 113 миллиардов – это общественный транспорт. Итого 412 миллиардов губернаторы приняли решение о том, чтобы потратить на транспортную инфраструктуру. 300 с лишним миллиардов губернаторы приняли решение на то, чтобы потратить эти деньги на приведение жилищно-коммунального хозяйства в порядок. То есть я это говорю к тому, что транспорт сегодня является таким связующим звеном и жилищного строительства, и развития промышленных территорий, и развития туризма. Очень важный сектор, который нужно просто в хорошем смысле толкать, толкать и развивать. И для этого, конечно, нужна вот эта взаимоувязка. И это учтено в том числе и в пятилетней программе, и учтено в инвестиционных бюджетных кредитах, которые главы администрации, главы регионов взяли на себя, чтобы в течение построить сейчас необходимую инфраструктуру. Спасибо. Вячеслав Петрович, а если говорить про стратегию, в целом работу «Автодора», сегодня вот как этот план пятилетний влияет, и есть ли вообще шансы на то, чтобы работать с опережением графика? Да, но чтобы не повторяться, хочу сказать, что пятилетка для дорожной отрасли, транспортной отрасли очень важна, потому что мы можем проектировать свою работу на будущее. Это касается не только строительных подрядных организаций, это не касается только проектировщиков, но это промышленность строительных материалов, это обучение персонала. Что сегодня очень важно, это промышленность как раз дорожной строительной техники, которая тоже сегодня для нас очень важный вопрос. А что касается опережающих, я могу сказать, что вот за последние годы наши строители достигли тех хороших таких результатов, нарастили мышцу. И при поддержке правительства, которое мы вот на самом деле чувствуем в этом году, потому что опережающие… Вы до этого не чувствовали? Вы знаете, в разные периоды по-разному, но вот последние два года мы совершенно чётко это чувствуем, потому что вот тот посыл правительства Российской Федерации, Мир А. Шикановича, чтобы всё сдвигать влево, вот строители, они молодцы, они этого выполняют. Поэтому вот всё, что там мы намечали на 23-й год, на 24-й год, вот сдвигаем в 22-м году, вот в этом году планировали на М-12 сдать всю дорогу только в 23-м году, вот сейчас уже к исходу года сдадим 106 километров дороги, которой будут пользоваться наши автолюбители и будет пользоваться промышленность вся. Поэтому вот тот потенциал, который был заложен в предыдущие годы, сегодня даёт результаты. И благодарность вот правительству, Мир А. Шикановичу, вам, Михаилу Владимировичу, который вот пролетая на трассу, пообещал нам выделение дополнительных средств и которые приносят результат. Деньги, вложенные сегодня, приносят результат строители на сегодняшний день, все обязательства, которые на себя берут, выполняют. Спасибо им. Спасибо. Дмитрий Николаевич, давайте перейдём к теме цифровизации. Как сегодня решается вопрос технологического суверенитета на транспорте? Потому что вот сейчас мы говорим об огромном количестве задач, которые стоят перед отраслью. Есть ли уже какие-то отечественные разработки, которые в будущем смогут эти вопросы решить? Спасибо, Александр. Ну, прежде всего, что такое технологический суверенитет? Это способность страны самой себя обеспечивать вне зависимости от каких-то обстоятельств. И я думаю, все согласятся, все, кто посещали замечательные стенды, ни один стенд не обошёлся без цифровизации. Конечно, транспорт и цифровизация – это партнёры, идут рука об руку, но смотрите, какая ситуация. Транспорт не был исключением, как отрасль, а также, как и все остальные отрасли, с удовольствием впали в колониальную зависимость от иностранных решений, которую сейчас нам предстоит преодолеть. Это будет непросто, болезненно, но есть очень хорошие уже примеры и перспективы, которые позволяют убедиться в том, что выбранное направление, которое поручил нам председатель правительства ещё на Ципре, в Нижнем Новгороде, действительно даёт свои результаты. Что было сделано? Было сделано 30 индустриальных центров компетенции, которые возглавили лидеры отраслей. В частности, у транспорта было 4 отраслевых центра таких – это по авиационному транспорту, по железнодорожному транспорту, автомобильному и речному и морскому. Каждый из них, этих центров, они собрали всех лидеров отрасли, которые добровольно договорились, какие свои российские транспортные решения будут использоваться как индустриальные стандарты и какие из них будут отфинансированы. Нужно понимать, что Россия как экономика только лицензии за иностранное программное обеспечение промышленного софта в год платила порядка 200 миллиардов рублей. И, конечно, это гигантские средства сейчас перераспределяются прежде всего самими отраслями. Например, транспортная отрасль сама направляет почти 20 миллиардов рублей на создание, замену, замещение импортного программного обеспечения по всем этим направлениям. Первые результаты мы уже видим. К концу октября все российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования «Леонардо» и «Таис». И много проектов, которые у нас на самом деле были очень высокой степени функциональности, способные замещать иностранное ПО, они уже с обозримыми горизонтами выхода этого программного обеспечения, которые не уходят куда-то в горизонт, а там 23-24 год. И, по сути дела, выполняют поручение президента о том, что криптические объекты информационной инфраструктуры, которым почти все объекты транспортной инфраструктуры относятся, должны быть обеспечены российским программным софтом. Из того, что мы видим, сейчас, конечно, будет развитие отечественной инвентарной системы, системы управления движением судами в акватории портов, цифровая система операционного управления, работы аэропортов, многие другие, мы в большом позитиве видим, что очень серьёзная экспертиза. И отдельно, конечно, я хотел сказать слова благодарности РЖД, которые ещё до этой всей ситуации создали Центр компетенции по замещению ИРП, это наш ответ САПу и другим системам, и успешно продвигаются для создания не только для себя, не только для транспортной отрасли, а вообще для всей страны, как раз систем класса ИРП, тяжёлых систем, которые будут использоваться не только в России, но и обладают очень мощным экспортным потенциалом. Поэтому транспорт – это позвоночник нашей экономики, и цифровизация позволяет этому позвоночнику быть гибким и эффективным.